История с украденными табличками с памятников архитектуры превращается в масштабный скандал. После того, как одна из ценностей появилась в продаже на интернет-аукционе, историк Андрей Красножон предположил несколько вариантов, как прекратить разворовывание культурного наследия Одессы. Самый крайний вариант, я его не предлагаю как окончательный, но на рассмотрение, обсуждение. Это частичный демонтаж наиболее подверженных из группы риска табличек для их музеификации с немедленной заменой на точные копии, которые сейчас можно легко выполнить из искусственного камня и установку на фасад в то место, где она и находилась. Если раньше пропажу табличек связывали с вандализмом во время ремонта фасада, то теперь их умышленно снимают по заказу коллекционеров. Они в итоге продают ценности в три дорога. Всего в Одессе насчитали примерно полторы сотни табличек, из которых уже исчезло около половины. Пропало, ну, около, я думаю, что приблизительно около 60 табличек на сегодняшний день было уничтожено. Некоторые закрашены, допустим, за штукатурены их еще можно отыскать, а некоторые были уничтожены современным ремонтом, когда совершенно бездумно уничтожался исторический облик фасадов. Только что состояла встреча краеведов с начальником управления охраны культурного наследия. Чем она завершилась? И есть ли шанс у оставшихся табличек не попасть на аукцион? Смотрите в наших следующих выпусках.